Приветствую вас на канале в гостях у заводчика Корги воплощение мечты. Наша рубрика ежедневная утренний кофе с заводчиком Корги. Сегодня вот такая чашечка, чашечка подарок. Очень она мне понравилась, ну такая красивая, посмотрите, ну какие бабочки. Спасибо большое, пью прям с удовольствием. Пью я сегодня чистую теплую воду, по вашим рекомендациям в том числе. Но нужно сказать, что я эту практику и сама использовала. Птички, видите, сегодня тоже активны, много, скажем так, месяцев. Потом вот с началом войны опять пошла и кофе бесконечный, и сладости. Ну, нервы, нервы, нервы горят, требуют глюкозу. Вот, но сейчас, так думаю, нужно браться за себя немножко. И спасибо, что вы напомнили, да, о том, что и кофе нужно чуть подвязывать, да, и водичку пить, и почистить организм. Поэтому все правильно, вы говорите, все правильно. И я это все знаю, и я это все делала. Ну, как говорится, пинок под зад иногда очень полезен. Поэтому пью водичку, видите, водичка, вот видно вам, водичка там. Пью водичку с лимоном теплым. Сегодня я получше себя чувствую. Я думаю, все ваши пожелания, здоровье и сил, они работают, мои хорошие. Вы понимаете, работают. То ли меня эта атака так подкосила, да, давление поднялось, я себя плохо чувствовала. То ли, может быть, я поработала с тяжелыми людьми, потому что были несколько, было запросов о пропавших людях. Бывает, просто человек тяжелый попадется, да, так как ты еще не от любого человека есть защита. Ну, в общем, я уже не знаю, что повлияло, но я себя чувствовала плохо. Спасибо вам, мои хорошие, что главная моя защита от зла и напряжения – это ваша энергия. Ваша энергия любви, она, видите, поставила меня на ноги практически. Я сегодня молодец. Вот. Будем ли мы сегодня работать? Да, мы будем сегодня работать, мои хорошие. Я сделаю, наверное, несколько раскладов, но будем делать более приятные темы. Более приятные нужно немножечко все-таки еще, знаете, дожать, дожать еще этот отдых. Я подумаю, что такое приятное, развлекательное. Можно будет с вами обсудить, сделать расклады. Вы можете написать свои идеи, чтобы вот не с отрицательной энергетикой, а что-то такое приятненькое, положительное, развлекательное, веселое. Может быть, людей каких-нибудь, только не очень плохих. Вот. Что-нибудь такое, да? Давайте посмотрим. И до понедельника у меня выходные. Мы выходим с вами на утренний кофе и расклады сделаем только на добро. Положительный, приятный, развлекательный контент. Также я сегодня еще приму людей, тех, которых я, соответственно, уже записала и пообещала, потому что слово я свое держу. Но до понедельника, извините, мои хорошие, я беру выходные. Личный прием только с понедельника. Вы можете обращаться, но должны понимать, что это будет уже понедельник, вторник и дальше. Срочно? Нет. Выходные я... Все. Мне нужен отдых, извините. Ну, я это уже сама почувствовала. Ну, вот такие, собственно, у меня новости. Такие новости. Кстати, интересно, на какие темы можно поговорить? Что-то такое легенькое, душевное. То уже, вот правда, в голову приходит только вот такое все, да? Уже прям заточен ты на вот это все. Хочется как-то уже возвращаться. Хочется возвращаться. Мирные темы. Ну, всему свое время. Всему свое время и всему своя цена. Мы дождемся обязательно. Мы обязательно дождемся, мои хорошие, мирных времен. И это не долгое время. Недолгое время. Это ощущается даже вот в молекулах воздуха ощущается, что уже вот-вот, еще немножко, еще немножко. И птицы об этом поют, понимаете? И лягушки об этом поют. О том, что вот уже победа на пороге. Ой, как говорится, самое обидное, да, быть последним убитым на этой войне. Да. Но сегодня мы будем о хорошем. Сегодня мы будем о надежде. Мы сильные. Мы очень сильная нация. Очень сильная. Я думаю, мы сами не представляли даже до этой войны, насколько мы сильные, насколько мы можем объединяться. И мы сами не знали себе цену. Я думаю, мы сомневались в себе. И скажи нам, что вот такое будет еще три месяца назад. Многие бы сказали, нет, мы не выстоим. А кто будет защищать? Это невозможно. А сейчас у нас даже сомнений нет. Вы понимаете, что происходит? Как меняется Украина? Я уже не говорю о том, как меняется отношение всего мира к Украине. И кто на сегодня Россия? Это падшая страна. Страна даже не пятого мира. Это клака, клака, дерьма. И что на сегодня? Кто на сегодня Украина? Это страна-герой. Страна-волшебник. Страна, которая показывает чудеса единения и геройства. Наверное, это должно было случиться, чтобы расставить все точки на «ды». Такая цена. Это ужасно, но такая цена. Хорошо. Я очень жду от вас предложения по интересным, скажем так, развлекательным контентам. До понедельника. С понедельника вернемся к будням. Я посмотрю, как я себя буду чувствовать. Но я надеюсь, что хорошо, потому что сегодня я уже бодрячком. А к понедельнику так совсем буду ого-го. Ого-го и гу-го. И поедем дальше работать. Делать свой вклад в победу, насколько это возможно. Такой вклад, который Боженька мне позволяет делать. Ну, а выходные проведем, как и положено, провести выходные. Приятно. Приятно. С вашим участием. Поэтому ваши комментарии, как всегда, мне очень приятны и полезны. Правда. Ну, вот так. Вы же меня просите птичек опять показать. Я вам покажу птичек. Покажу. Покажу сегодня птичек. Они вон там. Пёрышки чистят свои хулиганы. И, наверное, ещё поснимаю в саду, потому что погода классная. Правда, я вам уже всё показала. У меня ведь сад не такой большой на самом деле. Вы спрашивали, сколько у меня соток. Ну, около 14 всего. Это и территория двора, и потом сад питомниковый, огород сюда. Да, потом ещё у меня за питомником ещё такая территория буферная. Там тоже кладовый сад. То есть всего, ну, меньше 15. То есть мне можно было занять до 15 соток по законодательству там какому-то местному. Да, но там чуть-чуть по плану. Там уже, видите ли, дорога у них по плану. Которой там и по мини нет, у этой дороги. Но по плану там дорога. Ну, в общем, у них что-то такое. Около 14 что-то такое. Не вспомню точно. Соток у меня территория. Как я справляюсь в этом саду? Ну, да мы сами прекрасно всегда справлялись. Было время, наверное, несколько лет назад. Давно. У меня была практика. Я приглашала местную женщину. Очень хорошую, трудолюбивую. Она здорово помогала. Прям, знаете, есть такие женщины, которые вот созданы для земли. Для работы на земле. Она прям вот... Ну, вот им это в кайф. Мне очень повезло. Но так как всё-таки возраст, да. И я видела, что человек нехорошо себя чувствует. У меня мучила совесть. Что ж я здоровая баба. Она в своём саду эксплуатирует человека, который... Ну, она любит это делать. Но я вижу, что она не очень здоровая. Ей тяжело приходится. В общем, муки совести. Да. Ну, в общем, так. Это всё закончилось. Ну, а потом мы с Агнутой хорошо снова справлялись. Несколько лет. Прекрасно. Ну, в принципе, если ты не занят весь день, то в саду не так много работы на самом деле. Весной много работы. То есть вот эти сезонные вычистить сад, да. Потом моменты полива с молодыми растениями. А взрослые растения полива уже не требуют. Может быть, там что-то попрыскать время от времени. То есть не так уж много работы, как кажется. Огород занимает намного больше времени, если честно. Только толку от него, я вам хочу сказать. Ну, никакого. Никакого. Не выгодно на сегодня держать огород. Но я держу небольшой. Ну, потому что, знаете, чтобы земля не пустовала. Ну, да и приятненько свой огурчик, свой помидорчик сорвать с грядки. Свою петрушечку. Это всегда приятно. Поэтому он у меня такой маленький, небольшой. В пределах, да. В пределах разумного. Ну, а сейчас в связи с работой, которая у меня, по сути, появилась работа новая на ютубе. Потому что это полноценная работа. Вы, я думаю, видите, да, как мои видео активно, очень активно выходят. Я делаю и 3, и 6 видео в течение дня. То есть самое, что не на есть работа. Плюс прием личный. Поэтому, конечно, сейчас я опять решилась. Опять решилась еще раз попробовать. Пригласила женщину. С Божьей помощью. Мне просто Боженька посылает хороших людей. Любовь Ивановна дважды в неделю приходит. Дважды в неделю, вот там 5 часов. Как раз достаточно, чтобы сад привести в порядок и поддерживать. Приходит, помогает. Поэтому у меня есть помощь. Сейчас у меня есть помощь. И это, конечно, так здорово. Это так здорово, когда тебе кто-то помогает. Это очень приятно. Вот. Ну, и мы тоже, конечно же, не сидим сложа руки. Конечно. Но зато у меня появляется время свободное, чтобы разговаривать с вами. И я так прикинула, что, наверное, нужно, да, делать выбор. Нужно делать выбор. Ну, вот такая история, мои хорошие. Такая история. Поэтому сегодня мы с вами встречаемся. Ну, по приятным раскладам, по приятным, развлекательным, интересным. Напишите свои варианты. Повыбираю, что там такое может быть интересное для многих людей. Вот. С понедельника, надеюсь, возвращаемся к обычному режиму. Вот. Ну, и личный прием тоже не раньше понедельника, мои хорошие. Ну, вот такие у нас новости. Люблю, целую, всегда жду в гости. Ваш заводчик кожи. Воплощение мечты. До новых встреч. До новых встреч.